здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас сегодня мы начинаем цикл чтений хочу чтобы ты услышал меня мой голос чтобы посмотрел на меня чтобы послушал рассказы чехова чтобы какие-нибудь другие рассказы почитал чтобы ты вообще больше читал русскую классику какие-то советскую литературу хорошие книги читай сказки серьезную литературу русскую советскую художественную литературу читай сын здравствуйте дорогие друзья сегодня мы начинаем цикл чтений русской классики сегодня мы почитаем несколько рассказов антона павловича чахова рассказ канитель на клироссе стоял дичок от лукавин и держал между вытянутыми жирными пальцами огрызенное гусиное перо маленький лоб его собрался в морщины на лесу на носу играет пятна всех цветов начиная от розового кончать темно синим перед ним на рыжем переплете цветной триоде лежат две бумажки на одной из них написано о здравии а другой на другой за упокой и под обоими заглавями по ряду имен около клира состоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и скотолка на спине она задумалась дальше кого спрашиваю дичок лениво почесываю за ухом скорее убогая думай а то мне некогда сейчас часы читать стану сейчас бачка ну пиши о здравии рабов божьих андрея и дарьи сачады дмитрия опять андрея антипа марии постой и шибко не за зайцем скачешь успеешь написал марию то ну таперя кирилла гордея младенца новоприставленного герасима пантелея записал усопшего пантелея то постой пантелей помер помер вздыхает старуха то как же ты велишь о здравии записывать сердится дичок зачеркивая пантелея перенося его на другую бумажку вот тоже еще ты говори толком а не путай кого еще за упокой то за упокой сейчас постой но пиши ивана авдотью еще дарью егора запиши воина сахара как пошел на службу четвертом годе так с той поры не слыхать стало быть он помер а кто ж его знает может помер а может и жив ты пиши куда же я его запишу я же скажем помер то за упокой коли жив то здравий пойми от вашего брата ты родименький его на обе записки напиши а там видно будет да ему все равно как его не записывай непутящий человек пропавший записал теперь за упокой марка левонтия арину ну и кузьму с анной болящую фидосью болящую-то фидосью за упокой тю это меня-то за упокой а шалел что ли тьфу ты кочерыжка меня запутала не померла шо так и говори шо не померла а нечего за упокой писать путаешь тут изволь вот теперь фидосью херить и в другое место писать всю бумагу изгадил ну слушай я тебе прочту а здравий андрея дарья сачады паки андрея антипия мари кирилла но представлены младенцы гер постой как же сюда этот герасим попал но представлены а вдруг а здравий не запутал ты меня убогая бог с тобой совсем запутала дичок крутит головой зачеркивает герасима и переносит его за упокой надел слушай а здравий марии кирилла воина захарии кого еще авдотью записал авдотью авдотью евдокию пересматривает я дичок обе бумажки помню записывал ее а теперь шут его знает никак не найдешь вот она за упокой записано а дочь это за упокой удивляется старуха года еще нет как замуж вышла а ты на еж смерть накликаешь сам вот сердечный путаешь а на меня злобишься ты смолитву пиши а коли будешь сердце злобу иметь то безу радость это тебе бес хороводит да путает постой не мешай дичок хмурится и подумав медленно зачеркивает но за упокойном листе авдотью перо на букве д взвизгивает и дает большую кляксу дичок конфузится и чешет затылок а вдотью стало быть талой отсюда бормочет он смущенно а записать ее туда так постой ежели туда то будет оздравий ежели сюда то за упокой совсем запутала баба а то еще воин захария встрял сюда шутек принес ничего не разберу надо сызнова дичок лезет в шкапчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги выкинь закарию закарию то коли так говорит старуха уж бог с ним выкинь молчи дичок макает медленно перо и списывается в их бумажек имена на новый листок их все гуртом запишу говорит он а ты неси к концу дьякону пущай дьякон разберет кто здесь живой кто мертвый он семинарию учился я их я а я этих самых делов хоть убей ничего не понимаю старик берет бумажку подает дичку старинные полторы копейки и семенит к алтарю антон павлович чехов тоска вечерние сумерки крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыше лошадиной спины плеч шапки извозчик иона потапов весь бел как привидение он согнулся насколько только возможно согнуться живому телу сидит на козлах и не шевельнется упади на него целый сугроб то и тогда бы кажется он не нашел нужным стряхивать себя снег его лошаденка тоже была белая и неподвижна своей неподвижностью угловатостью форм и полкообразный промерзную ног она даже вблизи похоже на копеечную пряничную лошадку она по всей вероятности погружена в мысль кого оторвала от плуга от привычных серых карт карт картин и бросила сюда в этот омут полный чудовищных огней неугомонного треска и бегущих людей тому нельзя не думать иона его лошаденка не двигаются с места уже давно выехали не со двора еще до обеда а почины все нет и нет но вот на город спускается вечерняя мгла бледность фонарных огней уступает свое место живой краски и и уличная суматоха становится шумнее извозчик на выборскую слышит иона извозчик иона вздрагивает сквозь ресницы облепленной снегом видит военную шинели с капюшоном на выборскую повторяет военный ну ты спишь что ли а выборскую те говорят знак согласия иона дергает вожжи отчего со спины лошади с его плеч сыплются пласты снега военный садится в сани извозчик чмокает губами вытягивает по лошадиному шею приподнимается и больше по привычке чем по нужде машет кнутом лошаденка тоже вытягивает шею кривит свои полкобразные ноги и нерешительно двигается с места куда прешь леший на первых же парах слышит иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы куда черти несут право держи ты ездить не умеешь право держи сядется военной бронится кучерс кареты злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий перебегавший перебегавший дорогу и налетевший причем на морду лошаденки иона ерзает на козлах как на иголках тыкает в сторону локтями и водит глазами как угорел и словно не понимает где он и зачем он здесь какие все подлецы острит военный так и нарабят столкнуться с тобой или под лошадь попасть это они сговорились иона оглядывается на седока и шевелит губами хочет он по-видимому что-то сказать но из горла не выходит ничего кроме сипения что спрашивает военной иона кривит улыбкой рот напрягать свое горло и сипит у меня барин того сына этой неделе помер а чё же он помер то иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит а кто ж его знает должно от горячки три дня полежал в больнице и помер божья воля сворачивай дьявол раздается потемках повалазила что ли старый пёс гляди глазами поезжай поезжай говорит седок а так мы до завтра не доедем подгони-ка из бочек опять вытягивает шею приподнимается из тяжелой грации взмахивает кнутом несколько раз потом оглядывается он на седока но тот закрыт глаза и по-видимому не расположен слушать высадив его на выборгской он остановится у трактира сгибается на козлах и опять не шевельнется мокрый снег опять красит на белое его и лошаденку проходит час другой по тротуару громко стуча калошами и перебраниваясь проходят трое молодых людей двое из них высокие танки третий малый горбат извозчик к полицейскому мосту кричит дребезжащим голосом горбач троих за двугрименный и он дергает вожжами и чмокает двугрименная цена не сходная но ему нет не до цены что рубль что пятак для него теперь все равно были бы только седоки молодые люди толкаясь из к вернослове подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье начинается решение вопроса кому давать кому двум сидеть и кому третьему стоять после долгой перебранки капризничания и попреков приходит к решению что стоять должен горбач как самый маленький ну погоняй дребезжит горбач устанавливаясь и дыша в затылок и он лупи да и шапка же у тебя братец хуже во всем петербурге не найти хохочет иона какая есть вот и какая есть погоняй это ты всю дорогу будешь ехать да а по шее голова трещит говорит один из длинных вчера у докмассовых мы вдвоем свадька четыре бутылки коньяку вышли выпили не понимаю зачем врать сердится другой длинный врет как скотина накажи мне бог правда это такая же правда как то что вошь лит ухмыляется иона веселые господа чуть то что те черти звучатся горбач поедешь ты старая холера или нет разве так ездит хлопасти каю кнутом но черт но хорошенько ее и он очувствует за своей спиной вертящийся тело и голосовую дрожь горбача он слышит обращенную к нему ругань видит людей и чувство одиночества начинает мало-помалу отвлекать от груди горбач броняется до тех пор пока не давится вычурным шестиэтажным ругательством и не разряжается кашлем длинные начинают говорить о какой-то надежде петровне иона оглядывается на них дождавшись дождавшись короткой паузы он оглядывается еще раз бормочет у меня на этой неделе того сын помер все помрем вздыхает горбач вытирая после кашля губы но погоняй погоняй господа я решительно не могу дальше так ехать когда у нас довезет а ты его легонечко подбодри шею старая холера слышишь ведь шею на костыляю с вашим братом церемониться так пешком ходить ты слышишь змей горыныч или тебе плевать на наши слова иона больше слышит чем чувствует звуки подзатыльника смеется он веселые господа дай бог здоровья извозчик ты женат спрашивает длинный я-то веселые господа теперь у меня одна жена сырая земля и могила то есть сын-то вот помер а я жив чудное дело смерть дверью обозналась за место того чтоб ко мне идти она к сыну и иона оборачивается чтобы рассказать как уме умер его сын но тот горбач но тут горбач легко вздыхает и заявляет что слава богу они наконец приехали получив 2 гривен иона долго глядит вслед гулякам исчезающим в темном подъезде опять он один и опять наступает для него тишина утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой глаза иона тревожно и мученически бегают под толпом стоющим по обе стороны улицы не найдется ли из этих тысяч людей хоть один который выслушал бы его но толпу бегут не замечая ни его ни тоски тоска громадная не знающий границ лопни грудь ионы и вылези из нее тоска так она бы кажется весь свет залила но тем не менее ее не видно она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу что ее не увидишь днем с огнем иона виде дворника с кульком решает заговорить с ним милый который теперь час будет спрашивает он 10 чё встал здесь проезжай и он отъезжает на несколько шагов изгибается и отдается тоске обращаться к людям он считает уже бесполезным но не проходит и пяти минут как он выпрямляется встряхивает головой и словно почувствовал острую боль и дергает вожжи ему невмоготу ко двору думает он ко двору и лошаденка точно поняв его мысль начинает бежать резцой спустя часа полтора иона сидит уже около большой грязной печи на печи на полу на скамьях храпит народ в воздухе спираль и духота иона глядит на спящих почесывается и жалеет что так рано вернулся домой и на овес не выездил думает он а то вот-вот и тоска человек который знающий свое дело который сам сыт и лошадь это завсегда покоем в одном из углов поднимается молодой завозчик сонно крякает и тянется к ведру с водой пить захотел спрашивает и он стало быть пить так на здоровье у меня брат сын помер слыхал на недель больнице история иона смотрит какой эффект произвели его слова но не видит ничего молодой укрылся с головой уже спит старик вздыхает и чешется как молодому хотелось спить так ему хочется говорить скоро будет неделя как умер сын он еще путем не говорил ни с кем нужно поговорить с толком с расстановкой надо рассказать как заболел сын как он мучился что говорил перед смертью как умер нужно описать похороны и поездку больницу за одежды покойника в деревне осталась дочка анисия и про нее нужно поговорить да мало ли о чем может теперь поговорить он слушатель должен охать вздыхать причитывать а с бабами говорить еще лучше те хоть и дуры но и ревут от двух слов пойти лошадь поглядеть думает иона спать всегда успеешь небось выспишься он одевается идет в конюшню где стоит его лошадь думает он обо все сене о погоде про сына когда один думать он не может поговорить с кем-нибудь о нем можно но самому думать и рисовать себе его образ него невыносимо жутко же ешь спрашивает иона свою лошадь видео блестящие глаза ну жуй 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 коли на овес не выездили сены есть будем да стар уж стал я ездить сыну бы ездить они мне то настоящий извозчик был жить бы только иона молчит некоторое время и продолжает так-то брат кобылочка нету кузьмы ионыча приказал долго жить взял и помер зря теперь скажем у тебя жеребеночек а ты ему жеребеночку родная мать и вдруг скажем этот самый жеребеночек то приказал долго жить ведь жалко жалко лошаденку жует слушает и дышит на руки своего хозяина и он увлекается и рассказывает ей все антон павлович чехов краткая анатомия человека одного семинариста спросили на экзамене что такое человек он отвечал животное и подумав немного прибавил но разумное просвещенные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа и за уже влепили единицу человека как анатомическая данная составляют скелет или как говорят фельдшера и классные дамы шкелет имеет вид смерти покрыты простынею пужает насмерть без простыни же не насмерть голова имеется у всякого но не всякому нужно по мнению одних дана для того чтобы думать по мнению других для того чтобы носить шляпу второе мнение не так рискованно иногда содержит себе мозговое вещество один оконуточный надиратель присутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умершего увидал мозг это что такое спросил он доктора это то чем думают отвечал доктор околоточный призрительно усмехнулся лицо зеркало души но только не у адвокатов имеет множество синонимов морда физиономия у духовенства физиогномия и лице физия физиоморде рожество образина рыло хари и прочее лоб его функции стучать о пол а пол при исполнении благ и биться о стену при неполучении этих благ очень часто дает реакцию на медь глаза полицмейстер головы блюдут и на ус мотают слепой подобен городу из которого выехало начальство в дни печали плачут в нынешние беспечальные времена плачут только от умиления нос дан для насморков и обоняния в политику не вмешивается языка участвуют в увеличении табачного акциза чего ради и может быть причислен к полезным органам бывает красен но не от вольнодумства так полагают по крайней мере сведущие люди язык по цицерону враг людей и друг дьявола и женщин с тех пор как доносы стали писаться на бумаге остался за штатом у женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения самый лучший язык вареный затылок нужен одним только мужикам на случай накопления недоимки орган для расходившихся рук крайне соблазнительный уши любят дверные щели открытые окна высокую траву и тонкие заборы руки пишут фильетоны играют на скрипке ловят берут ведут сажают бьют у маленьких служит средством пропитания у тех кто побольше для отличия правой стороны от левой сердце вместилище патриотических и многих других чувств у женщин постоялый двор желудочки заняты военными предсердия штатскими верхушка мужем имеет вид червонного туза талия ахиллесова пятка читательниц модного света это название журнала натурщиц швеек и прапорщиков идеалистов любимое женское место у молодых же женихов и у продавцов корсетов второй наступательный пункт при любовно об объяснительной атаки первым считается поцелуй брюшка орган не врожденный а благоприобретенный начинает расти с чина надворного советника статский советник без брюшка недействительный статский советник колобур у чинов ниже надворного советника называется брюхом у купцов утром у купчих у купчих утровый микитки орган в ноги не исследованный по мнению дворников находится пониже груди по мнению фельдфебелей повыше живота ноги растут из того места ради которого природа березу придумала в большом употреблении у почталионов должников репортеров и посыльных и последнее пятки место пребывания души у провинившегося мужа проговорившегося обывателя и воина бегущего с поля брани добрый вечер предлагаем вашему вниманию рассказ антона павловича чехова вор пробило 12 федор степанович накинул на себя шову и вышел на двор его охватила сыростью ночи дул сырой холодный ветер с темного неба моросил мелкие дожди федор степанович перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице а улица широкая что твоя площадь редки в европейской россии такие улицы ни освещение ни тротуаров даже намеков нет на эту роскошь у заборов и стен мелькали темные силуэты горожан спешивших в церковь впереди федора степановича шлепали по грязи две фигуры в одной из них маленькой и сгорбленной он узнал здешнего доктора единственного на весь уезд образованного человека старик доктор не брезговал знакомство знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал когда глядел на него на этот раз старик был форменный старомодной треуголки и голова его походила на две утиной головы склеенные затылками из-под фалды его шубенки болталась шпага рядом с ним двигался высокий худой человек тоже в треуголке христос воскрес гури иваныч остановил доктора федора степанович доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы чтобы похвастать перед сильным петличкой в которой болтался станислав а я доктор после заутр не хочу к вам пробраться сказал федор степанович уж позвольте мне у вас разговец то прошу вас я бывала там в эту ночь всегда в семье разговлялся воспоминанием будет едва ли это будет удобно сконфузился доктор у меня семейство знаете ли жена вы хотя и того но все-таки не того все-таки предубеждение я впрочем ничего кашель а барабаев проговорил федор степанович кривя рот и желчно ухмыляясь барабаева со мной вместе судили вместе нас выслали а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет он больше украл вот что федор степанович остановился и прислонился к мокрому забору пусть пройдут далеко впереди мелькали огоньки потухая и вспыхивая они двигались по одному направлению крестный ход подумал ссыльный как и там и у нас от огоньков несся звон колоколать и нора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки точно спешили куда-нибудь первая пасха здесь в этом холоде подумал федор степанович и не последняя скверно а там теперь небось и он задумался о там там теперь под ногами не грязный снег не холодные лужи а молодая зелень там ветер не бьет по лицу как мокрая тряпка а несет дыхание весны небо там не темные но звездные с белой полосой на востоке вместо этого грязного забора зеленый палисадник а его домик с тремя окнами за окнами светлые теплые комнаты в одной из них стол покрытый белой скатертью с куличами закусками водками хорошо бы теперь хватить тамошней водки здесь дрянная водка пить нельзя на утро глубокий хороший сон за сном визиты выпивка вспомнил он разумеется и олю с ее кошачьей флаксивой хорошей крожицей теперь она спит должно быть и не снится он ей эти женщины скоро утешаются не будь оли не был бы он здесь она подкузмила его глупца ей нужны были деньги нужны ужасно до болезни как и всякой моднице без денег она не могла не жить не любить не страдать а если меня в сибирь сошлют спросил он ее пойдешь со мной разумеется хоть на край света он украл попался и пошел в сибирь а оля смолодушествовала не пошла разумеется теперь ее глупая головка утопает в мягкой круженой подушке а у ноги далеко а ноги далеко от грязного снега на суд разодетый явилась и ни разу не взглянула даже смеялась когда защитник острил убить мало эти воспоминания сильно утомили Федора Степановича он утомился заболел точно всем телом думал ноги его ослабели подогнулись и не хватило сил идти в церковь к родной заутренне он воротился домой и не снимая шубы и сапог повалился на постель над его кроватью висела клетка с птицей та и другая принадлежали хозяину птица какая-то странная с длинным носом тощая ему неизвестна крылья у нее подрезаны на голове на голове повырваны перья кормят ее какой-то кислятина от которой воняет на всю комнату пища беспокойно возилась в клетке стучала а птица беспокойно возилась в клетке стучала носом а жестянку с водой и пела то скворцом то иволгой спать не дает подумал Федор Степанович черт не поднялся и потряс рукой клетку птица замолчала цельный лег и о край кровати стащил с себя сапоги через минуту птица опять завозилась кусочек кислятины упал на его голову и повисло в волосах ты не перестанешь не замолчишь тебя еще не доставало Федор Степанович вскочил рванул со стервенением клетку и швырнул ее в угол птица замолчала но минут через десять она показалась ссыльному вышла из угла на середину комнаты и завертела носом в глиняном полу нос как бравчик вертела, вертела и нет конца ее носу захлопали крылья и ссыльному показалось что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья нос наконец поломался и все ушло в перья ссыльный забылся ты за что эта тварь убил душегубец услышал он под утро Федор Степанович раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина раскольника юродиво старца лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами за что ты окаянный убил мою пташку пивунью-то мою за что ты убил сатана чертова а кого это ты за что такое глаза твои бесстыжие пес лютый уходи из моего дома и чтоб духу твоего здесь не было сию минуту уходи сейчас Федор Степанович надел шубу и вышел на улицу утро было сырое пасмурное серое глядя на светцовое небо не верилось чтобы высоко за ним могло сиять солнце то что продолжал еще моросить бонжур с праздником маншер услышал ссыльный выйдя за ворота мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев земляк был в цилиндре и под зонтиком визиты делает подумал Федор Степанович и тут скотина сумел примазаться знакомых имеет было бы мне побольше украсть подходя к церкви Федор Степанович услыхал другой голос на этот раз женский навстречу ему ехал почтовый тарантас набитый чемоданами из-за чемоданов выглядывала женская головка где здесь батюшки Федор Степанович вы ли это запещала головка ссыльный подбежал к тарантасу впился глазами в головку узнал свозил за руку неужели я не сплю что такое ко мне надумала Оля где здесь Барабаев живет а на что тебе Барабаев он меня выписал две тысячи вообрази прислал по триста в месяц кроме того буду получать есть здесь театры до самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры дождь лил весь день и не показывалось солнце неужели эти звери могут жить без солнца думал он меся ногами жидкий снег веселые довольны без солнца впрочем и у них свой вкус антон павлович чехов пересолил землемер глеб гаврилович смирнов приехал на станцию гнилушки до усадьбы куда он был вызван для межевания оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40 ежели возница не пьян и лошади не клячи то и 30 верст не будет а коли возница с мухой до коня на море то целых 50 наберется скажите пожалуйста где я могу найти здесь почтовых лошадей обратился землемер к станционному жандарму которых почтовых тут за 100 верст путевой собаки не сыщешь не то что почтовых да вам куда ехать-то в Девкино имение генерала Хохотова что ж сказал жандарм ступайте за станцию там на дворе иногда бывают мужики возят пассажиров землемер вздохнул и поплелся за станцию там после долгих поисков разговоров и колебаний он нашел здоровейнейшего мужика угрюмого рябова одетого в рваную сермягу и лапти ммм какая знает у тебя телега поморщился землемер влезая в телегу не разберешь где у нее зад и где перед что разбирать-то где лошадиный хвост там перед а где сидит ваша милость там зад лошаденка была молодая но тощая с растопыренными ногами и покусанными ушами когда возница приподнялся и стегнула ее веревочным кнутом она только замотала головой когда же он выбронился и стегнула ее еще раз то телега взвизгнула и задрожала как в лихорадке после третьего удара покачнулась после же четвертого она тронулась с места это мы всю дорогу поедем спросил землемер чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душу выворачивающей тряской доедем успокоил возница кобылка молодая шустрая дай ей только разбежаться так потом и не остановишь проклятая когда телега выехала со станции были сумерки направо от землемера тянулась темная замерзшая равнина без конца и края поедешь по ней так наверное заедешь кому-нибудь на куличке на горизонте где она исчезала и сливалась с небом лениво догорала холодная осенняя заря налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры не то прошлогодние стоги не то деревня что было впереди землемер не видел ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая неуклюжая спина возницы было тихо но холодно морозно какая однако здесь глушь думал землемер стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели ни кола ни двора ни ровен час нападут и ограбят так никто и не узнаешь хоть из пушек пали да и возница ненадежный видишь какая спинища это как дитя природы пальцем ткнет так душа вон и морда у него сверская подозрительная ненадежная эй милый спросил землемер как тебя зовут меня то клим что клим как у вас здесь не опасно не шалят ничего бог мило милого кому шалить это хорошо что не шалят но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера соврал землемер а с револьвером знаешь шутки плохи с десятью разбойниками можно справиться стемнело телега вдруг заскрипела завизжала задрожала и словно нехотя повернула налево куда ж ты меня повез-то подумал землемер ехал все прямо и вдруг налево что доброго завезет подлец подлец какую-нибудь трущобу и бывают всякие случаи послушай обратился он к вознице так ты говоришь что здесь не опасно это жаль я люблю знаешь ли с разбойниками драться на вид то я худой болезненный а сил у меня словно у быка однажды напала на меня три разбойника так что ж ты думаешь одного я так трахну чтоб понимаешь богу душу отдал а два другие за меня в сибирь пошли на каторгу и откуда у меня сила берется не знаю возьмешь одной рукой какую-нибудь здоровилу вроде тебя и скворнешь клемм оглянулся на землемера заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке да брат продолжал землемер не дай бог со мной связаться мало того что разбойник без рук без ног останется но еще и перед судом ответит мне все судьи исправники знакомы человек я казенный нужный я вот еду а начальство известно так как глядят чтоб мне кто-нибудь худо не сделал везде по дороге за кустиками урядники досоцкие понатыканы постой заорал друг землемер куда же ты это въехал куда ты меня везешь да не что не видите лес действительно лес подумал землемер а я это испугался однако не нужно выдавать своего волнения он уже заметил что я трушу отчего же то он стал так часто на меня оглядываться наверное замышляет что-нибудь раньше ехал еле-еле нога за ногу а теперь веришь как мчится послушай клим зачем ты так гонишь лошадь я ее не гоню сама разбежалась уж как разбежиться так никаким средствием ее не остановишь и сама она не рада что у нее ноги такие врешь брат вижу что врешь только я тебе не советую так быстро ехать попридержи лошадь слышишь попридержи зачем а затем затем что за мной со станции должны выехать четыре товарища надо чтобы они нас догнали они обещали догнать меня в этом лесу с ними веселей будет ехать народ здоровый коренастый у каждого по пистолету что это ты все глядываешься и движешься как на иголках а я брат того брат на меня нечего глядываться интересно во мне ничего нет разве вот револьвер только изволь если хочешь я их выну и покажу изволь землемер сделал вид что роется в карманах и в это время случилось то чего он не мог ожидать при всей своей трусости Калим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще караул загласил он караул берег окаянный и лошадь и телегу только не губи ты мои души караул послышали скорые удаляющиеся шаги треск хвороста и все смолкло землемер не ожидавший такого респриманда первым делом остановил лошадь потом уселся подобный на телеге и стал думать убежал испугался дурак ну как теперь быть самому продолжать путь нельзя потому что дороги не знаю да и потом подумать что я у него лошадь украл как быть клим клим климушка клим клим ответил эхо отмыслив что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков эхо до фырканья тощи кобылки землемера стало коробить вдоль спины словно холодным терпугом климушка закричал он голубчик где ты климушка климушка клим часа два кричал землемер и только после того как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу слабый слабый ветерок донес до него чей-то стон клим клим это ты голубчик поедем убьешь да я пошутил голубчик накажи меня господь пошутил какие у меня револьверы это я от страха врал сделай милость поедем мерзну каким клим сообразив вероятно что настоящий разбойник давно бы уже исчез с лошадью и телегой вышел из лесу и неожиданно подошел к своему пассажиру ну чего дура испугался я я пошутил а ты испугался садись бог с тобой барин проворчал клим влезая в телегу если б знал из-за сто целковых не повез тебя чуть я не помер от страха клим стегнул по лошаденке телега задрожала клим стегнул еще раз и телега покачнулась после четвертого удара когда телега тронулся с места землемер закрыл уши воротником и задумался дорога и клим ему уже не казались опасными читаем чехова рассказ на лим летнее утро в воздухе тишина только поскрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орлечка на небе неподвижно стоят перистые облака похожие на рассыпанный снег около строящейся купальни под зелеными ветвями ивняка барахтается в воде плотний герасим высокий тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом поросшим волосами он пыхтит отдувается и сильно мигая глазами старается достать что-то из-под корней ивняка лицо покрыто потом носожез от герасима по горло в воде стоит плотник любим молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазками как герасим так и любим оба в рубахах и портах оба посинели от холода потому что уж больше часа сидят в воде да что ты все рукой тычешь кричит горбатый любим даже как в лихорадке голова ты садовая ты держи его держи а то уйдет анафима держи говорю не уйдет куда ему уйти вот под коряк забился говорит герасим охрипшим глухим басом идущим не из гортания а из глубины живота скользкий шут и ухватить не за что ты за ребра хватай за ребра не видать жабров то постой ухватил да что то за губу ухватил кусается шут не тащи за губу не тащи выпустишь за зебры хватай его за зебры хватай опять почал рукой тыкать да и беспамятный же мужик прости царица небесная хватай хватай дразни герасим командир какой нашелся шел бы да и хватал бы сам горбатый че стоишь ухватил ухватил бы я колеб можно было не аж то при моей нескольком комплекции можно под берегом стоять там глубоко ничего что глубоко ты вправь горбатч взмахивает руками подплывает герасиму и хватается за ветки при первой же попытке стоять на ноги он погружается с головой и пускает пузыри говорил же что глубоко говорит он сердит вращая белками на шею тебе сяду что ли а ты на корягу стань коряг много словно лестница горбатч нащупывает пяткой корягу и крепко ухватившись сразу за несколько веток становится на нее совладавшись с равновесием и укрепившись на новой позиции он изгибается и стараясь не набрать в рот воды начинает правой рукой шарить между корягами путаясь в водорослях скользя по муху покрывающему коряги рука его наскакивает на колючие клешни рака тебя еще леший не видали говорит любим и со злобой выбрасывает на берег рака наконец рука его нащупывает руку Герасима и спускаясь по ней доходит до чего-то склизкого холодного вот он улыбается любим здоровый шут оттопырь я его сейчас за зебры постой не толкай локтем я его сейчас сейчас дай только взяться далече шут под корягу забился не за что ее хватиться не доберешься до головы пузо одно только и слыхать убей мне на шее комара жут я сейчас под зебры его заходи сбоку пхай его пхай шпыняй его пальцем горбач надув щеки притаив дыхание вытаращивает глаза и по-видимому уже залезают пальцами под зебры но тут ветки за которые цепляется его левая рука обрываются и он потеряв равновесие полтых в воду словно испуганные бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри горбач выплывает и фыркая хватается за ветки утонешь еще отвечать за тебя придется хрипит герасим вылазь ну тяк лешему я сам вытащу начинается ругань а солнце печет и печет тени становятся короче и уходят в самих себя как рога улитки высокая трава пригрятая солнцем начинают испускать из себя густой притерно медовый запах уж скоро полдень а герасим и любим все еще барахтаются под ревняком хриплый бас и озябший визгливый тенор неугомонно нарушают тишину летнего дня тащи его за зебры тащи постой я его выпихну да куда суешься с кулачищем ты пальцем а не кулаком рыло сзади сбоку слева заходи слева а то вправе колдобина угодишь клешеву на ужин тяни за губу слышится хлопанье бича по отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо гонимое пастухом ефимом пастух дряхлый старик с одним глазом и покривившимся ртом идет понуря голову глядит себе под ноги первыми подходят к овцу к воде овцы за ними лошади за лошадьми коровы потолкай его из-под низу слышит он голос любима просунь парец а ты глухой что ли кого этого братца кричит ефим налима никак не вытащим под корягу забился заходи сбоку заходи заходи ефим минуту чует свой глаз на рыболовов затем снимает лапти сбрасывает с плеч мешочек и снимает рубаху сбросить порты не хватает у него терпения и он перекрестясь балансируя худыми темными руками лезет в портах в воду шагов пятьдесят он проходит по илистому дну но затем пускается вплавь постой ребятушки кричит он постой не вытаскивайте его зря пустите надо умеючи ефим присоединяется к плотникам и все трое толкая друг друга локтями и коленями пыхтя и ругаясь толкнутся на одном месте горбатый любив захлебывается и воздух оглашается резким судожным кашлем где пастух слышится с берега крик ефим пастух где ты стадо в сад полезло гони гони саду гони да где жен старый разбойник слышатся мужские голоса затем женский из-за решетки барского сада показывается барин Андрей Андреевич в халате из персидской шали и с газеты в руке он смотрит вопросительно по направлению криков несущихся с реки и потом быстро семенит купальни что здесь кто орет спрашивает он строго увидав сквозь ветви и вника три мокрые головы рыболов что вы здесь копошитесь рыбку ловим лепечет ефим не поднимая головы а вот я тебе задам рыбку стадо в сад полезло а он рыбку когда же купальня будет готова два дня как работаете а где ваша работа будет готова кряхтит герасим лето велико успеешь еще ваше скородье помыться никак вот тут с налимом не управимся забрался под корягу и словно в норе ни туда ни сюда налим спрашивает барин глаза его подергиваются лаком так тащите его скорей уже дашь полтинничек удружим ежели здоровенный налим что твоя купчиха стоит ваше скородье стоит ваше скородье полтинник за труды не мни его любим не мни а то замучишь подпирай снизу тащи-ка корягу кверху добрый человек как тебя кверху а не книзу не болтайте ногами проходит пять минут десять барину становится нефтерпеж василий кричит он повернувшись к усадьбе васька позовите ко мне василия прибегает кучер василий он что-то жует и тяжело дышит полезай в воду приказывает ему барин помоги им вытащить налима налима не вытащат василий быстро раздевается и лезет в воду я сейчас бармочет он где налим я сейчас мы это мигом а ты бы ушел Ефим нечего тебе тут старому человеку не в свое дело мешаться который тут налим я его сейчас вот он пустите руки да че пустите руки сами знаете сами знаем пустите руки а ты вытащи да не аж ты его так вытащишь надо за голову а голова под корягой знамо дело дурак ну не лай а то влетит при господине барине такие слова лепечит Ефим не вытащите в аббрации уж больно ловко он засел туда погодите я сейчас говорит барин и начинает торопливо раздеваться четыре вас дурака и налима вытащить не можете раздевшись Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду ну но и его вмешательство не ведет ни к чему подрубить корягу надо решает наконец любим Герасим сходи за топором топор подайте пальцев то себе не отрубите говорит барин когда слышатся подводные удары топора о корягу Ефим пошел вон отсюда постойте я налива вытащу вы не того коряга подрублена ее слегка надламывают и Андрей Андреевич к великому своему удовольствию чувствует как его пальцы лезут на налиму под жабры тащу братцы не толпитесь стойте тащу на поверхности показывается большая налиме голова и за нею черное оршинное тело налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться шалешь дудки брат попался ага по всем лицам разливается медовая улыбка минута проходит в молчаливом созрецании знатный налим лепечет Ефим почесывая под ключицами чай фунтов десять будет да соглашается барин печенка так отдувается так и прет ее изнутра ах ах налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вверх и рыболовы слышат сильный плеск все растопыривают руки но уже поздно налим поминай как звали матвейка я для тебя это тоже читаю для тебя именно хочу чтобы ты услышал меня мой голос чтобы посмотрел на меня чтобы послушал рассказы Чехова чтобы какие-нибудь другие рассказы почитал чтобы ты вообще больше читал русскую классику какие-то советскую литературу хорошие книги читай сказки серьезную литературу русскую советскую художественную литературу читай сын литературу 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 судочного литература литература слава литература colldd литература литерат чехов белая ocт мин г литература д мор